Я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Особенно если вы смотрите нас впервые. Что бы вы сделали, если бы в вашем распоряжении была сумма, равная вашему годовому доходу? Возможно, вы бы наконец отправились в отпуск, к своей мечте, или купили бы себе новый автомобиль. Есть множество вариантов потратить эти деньги. Но в Библии мы можем прочесть о женщине по имени Марье, которая, оказавшись в подобной ситуации, сделала нечто другое. Об этом вы услышите в этой программе. Мы хотим от всего сердца попросить вас взять в руки ваши Библии. И сейчас мы вместе с вами прочитаем наш сегодняшний отрывок. Итак, откройте ваши Библии на 14-й главе Евангелия от Марка. Сегодня мы прочитаем стихи с 1-го по 11-й. Итак, Евангелие от Марка, глава 14-я. Стихи с 1-го по 11-й. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили, «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе, и когда был он в Вифании, а в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и ротали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, и вы нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. «И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время, предать его им. Аминь». Итак, все отрывки из Евангелия от Марка, которые мы рассмотрели на наших прошлых программах, касаются событий, произошедших на Страстной неделе, то есть за несколько дней до смерти Иисуса на кресте. Вот почему глава, которую мы сейчас рассматриваем, и начинается с таких слов «через два дня» надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. То есть это произошло в среду за два дня до Пасхальной или Страстной Пятницы. Потому что Иисус был распят на Пасху, а это был один из самых важных праздников для евреев. Этот праздник знаменовал собой их освобождение из-под египетского рабства. Поскольку смерть Иисуса должна была освободить нас от наших грехов, Бог заранее предусмотрел, чтобы Иисус взошел на крест именно в Пасху. За два дня до Пасхи первосвященники и книжники встретились, чтобы обсудить, как им, наконец, покончить с Сыном Божьим. Из-за возмущений в народе, которые могли начаться, они не хотели, чтобы это событие произошло во время праздника. Однако, когда на их совете внезапно появился ученик Иисуса, Иуда, пришедший, чтобы предать Христа, они, конечно же, обрадовались и пообещали дать ему денег, те самые знаменитые 30 серебряников. Как нам известно, потом Иуда сложил эти серебряные монеты в мешок, даже и не подумав о том, что их можно раздать бедным. А в истории, которую мы сегодня рассматриваем, мы видим, что он решил потратить эти деньги на другие цели. Возможно, именно по этой причине Марк в своем Евангелии и возвращается на несколько дней назад и рассказывает нам о событии, которое имело место в субботу или в шаббат, то есть за день до въезда Иисуса в Иерусалим и за шесть дней до Пасхи, о чем прямым текстом сообщает нам и евангелист Иоанн. А теперь давайте обратимся к трём отчётам о тех событиях, которые составили Матфей, Марк и Иоанн. В Ифании, являвшейся тогда пригородом Иерусалима, жил человек по имени Симон, которого называли Симоном Прокажённым. Конечно, он уже не был Прокажённым, потому что тогда бы он не стал принимать Иисуса и Его учеников на совместный обед. Поэтому мы можем предположить, что Иисус исцелил его. И теперь этот Симон хотел устроить праздничный обед, чтобы поблагодарить Иисуса и Его учеников. Он пригласил на этот обед и Лазаря, которого Иисус воскресил из мёртвых за пару дней до этого, а также Его сестёр Марфу и Марию. Они тоже явно хотели побывать на этом празднике, на этом праздничном обеде в честь Иисуса, который устроил Симон. Одного из них излечили от проказа, а другого воскресили из мёртвых. Так почему бы это не отпраздновать? Почему бы не собраться вместе, не порадоваться этому и не устроить праздничный обед? Ну, в честь Иисуса, разумеется. И вот, чтобы порадоваться и поблагодарить Иисуса, Симон устроил этот обед. Это и стало поводом для того, чтобы в доме Симона собрались все эти люди. Если считать, что в этом доме проживал только Симон, и у него не было семьи, то там были Он Сам, Иисус, Его двенадцать учеников, а также Лазарь и две Его сестры. Вы уже посчитали, сколько людей там было? Давайте вместе посчитаем. Всего их было там семнадцать. По крайней мере, там собралось семнадцать человек. И был накрыт прекрасный стол. Когда все они радостно прилегли за стол, в те времена ещё не сидели на стульях, а полулежали, полусидели за столом, на подушках. И вот, когда все они радостно, все семнадцать, прилегли за стол и стали пробовать яство, тогда Мария внезапно вскочила, схватила алавастровый сосуд, с дорогущим парфюмом отбила ему горлышко и вылила всё это содержимое на Иисуса «С головы до пят». Иоанн в своём Евангелии упоминает о том, что она помазала ему ноги, а Марк говорит о том, что она возлила его ему на голову. Сам же Иисус говорит, «Она помазала тело моё к погребению». И тут поднялось большое волнение. Что она натворила? Тут можно провести сравнение с тем, как если бы кто-то достал столетнюю бутылку шампанского «Перно Рекар» стоимостью в тридцать пять тысяч евро и распил её на обеде с тем, кого он любит. Это просто безумие! или как если бы кто-то вылил флакончик одних из самых дорогих духов, одна капля которых стоит целое состояние. Википедия. Я прочёл о том, что, например, есть такие духи, как Клайв Кристиан, номер один, из серии «Империал Мэджести», и стоят они двести тысяч долларов. Это просто безумие! Представьте себе такую ситуацию! Безумие! Что бы вы сказали в тот момент, когда кто-нибудь вылил на кого-нибудь нечто столь дорогое? Вы бы сказали, что этот человек рехнулся, что он ужасный транжир. Мне кажется, что в тот момент праздник был сорван. Можно подсчитать, сколько на современные деньги стоило содержимое того алавастрового сосуда, которое вылила Мария. Это было чрезвычайно ценное и редкое ароматическое масло, которое стоило, согласно нашему, сегодняшнему, отрывку 300 динариев. Эта сумма соответствует годовому доходу обычного человека. И сколько сегодня мы получаем, ну так вот, в среднем, скажем, 35 тысяч евро. И это просто невероятно! Мария ни с кем об этом заранее, не договорившись, вылила на Христа целый годовой доход. Она тайно принесла с собой этот сосуд и сделала это абсолютно внезапно. вероятно, это была семейная реликвия, эдакая своего рода инвестиция ее родителей или бабушек и дедушек. Она была простой женщиной, ей следовало бы любой ценой хранить это семейное имущество, но она простилась с ним во мгновение ока, вылив все это масло на тело Христа. Гнев со стороны других был неизбежен. не только Иуда, но и все остальные ученики стали ее критиковать. И вот что сказано в Библии, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и они стали роптать на Мария. Но деньги уже пропали. А вот так просто. Но что же сказал об этом Иисус? А если бы я не знал, что написано в Библии, я бы подумал, что Иисус сказал Марии, что она немного переборщила, что не следовало так делать, что ей стоило сначала хорошенько подумать о том, как она могла бы его почтить. «Но разве так?» сказал Иисус. «Нет, он не так сказал. Мария, что же ты такое наделала?» Когда весь дом наполнился ароматом этого невероятного елея помазания, а заодно и людским гневом, Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущается. Она добрая дела сделала для меня». Что же хотел сказать Иисус этими словами? Что же хорошего было в таком расточительстве? У Марии, и сейчас мы коснемся основного смысла всей этой истории, так вот, у Марии было особое отношение ко Христу. У нее была с Ним глубокая духовная связь. Это произошло не только потому, что Иисус воскресил ее брата из могилы. Конечно, этот эпизод тоже повлиял на нее и вызвал у нее радость, просто огромную радость и глубокую благодарность, но, кроме того, она сильно любила Христа, считая его своим Господом и Учителем. Мы помним, что когда Иисус был в доме Марии и Марфы, тогда гостеприимство выразила Марфа, в то время как о Марии мы читаем следующее, которая села у ног Иисуса и слушала слово его, то есть ей очень нравилось слушать то, что говорил Иисус. Есть верующие люди, которые очень сильно выражают свою христианскую любовь к ближним, они невероятно активны в церкви и среди других прихожан и они являются настоящим образцом для подражания в этом отношении. И все мы должны стремиться к этому. Но с точки зрения Иисуса человек может настолько увлечься всякими атрибутами Царства Божьего, что в итоге потеряет его самого. Прекрасным примером такого отношения является ежегодный рождественский ажиотаж. Всех вокруг волнует только младенец Иисус. Но если вы спросите одного из таких рождественских активистов, а любите ли вы Иисуса? Он весь обвешан подарками, а также полон прекрасных намерений и готов сделать множество благих дел для своей семьи и для ближних, а вы спрашиваете его, любит ли он Иисуса? Такой человек ответит вам, о чем это вы? О чем это вы? Если вы зададите таким людям подобный вопрос, они посмотрят на вас как на дурака. Любите Иисуса? Как это возможно? Такой вопрос покажется им безумным. Большинство людей не могут понять тех, кто говорит «Мое сердце принадлежит Иисусу, я люблю Его». Они ничего не знают о сокрытой жизни со Христом в Боге, как такое отношение однажды назвал апостол Павел. Они ничего не знают о личном отношении ко Христу. Для людей, познавших Христа как своего Спасителя и Искупителя это величайшее удовольствие. Но для других это фанатизм, они не понимают, как можно любить читать Библию, как можно любить молиться и как можно говорить о своей общности со Христом. Когда я в юном возрасте обратился в веру во Христа и он простил мне мои грехи, с тех пор я больше не был просто прихожанином церкви. С тех пор я начал любить Иисуса. Заодно я полюбил и Библию. Я читал, что Иисус сделал для меня и как Он страдал за мои грехи. Его любовь переполнила меня. Он был привлечен в мое сердце Святым Духом и с тех пор оно вспылало страстью к Нему. Он стал всем в моей жизни, смыслом сего моего существованиям, когда же я после этого пошел к пастору церкви, в которую я тогда ходил, и рассказал ему о своей любви ко Христу. Он сказал, что мне не следует преувеличивать. По его мнению, мне следовало стараться мыслить более трезво. Он сказал мне почти то же самое, что и ученики заявили Марии, что не стоит сходить с ума и тратить свой годовой доход на Иисуса. Хотя ученики Христа и стали в будущем знаменитыми церковными богословами, в тот момент они не понимали, что движет сердцем человека, который просто светится столь личной любовью ко Христу. По окончании своей успешной учебы в университете один молодой человек обратился ко Христу и сказал своему неверующему отцу, что теперь он собирается стать миссионером, на что его отец ответил, какая напрасная трата. Сосуд полный драгоценного нардового масла, о котором говорится в нашем сегодняшнем отрывке, на самом деле был просто символом, символом сердца Марии, а также символом моего и вашего сердца, символом того, что на самом деле с ней произошло. Она не просто вылила дорогие духи, но заодно и излила всю свою жизнь. Она была готова потратить всю свою жизнь на Иисуса. И Иисус сказал, да, она доброе дело сделала для меня. И вы тоже излейте всю свою жизнь из любви к своему искупителю, разбейте свой сосуд и излейте себя, свою любовь, свое сердце, поскольку Иисус Христос это ваша жизнь. Пусть другие говорят, что это напрасная трата, но Иисус скажет «Ты сделал для меня хороший поступок, да благословит Бог обильно вас и меня, а заодно и всех людей в мире». Народ Божий ведет очень преданную Богу жизнь, потому что у каждого христианина есть очень личная связь с Ним, и все они любят Его, всем своим сердцем, своего Творца и Создателя, Дославится благословенное имя Господне. Аминь. Дорогие телезрители, сейчас я нахожусь прямо перед Елеонской горой. Отсюда открывается прекрасный вид на старый город Иерусалим. На этой горе много раз бывал Иисус. Он наблюдал отсюда Иерусалим и плакал о нем. Именно с этой горы он спустился в Иерусалим, а у ее подножия в Ефсиманском саду его предали. Но это место знаменитое другим событием, а именно вознесением на небеса. Здесь Иисус на глазах у своих учеников поднялся на небеса, и его подхватило облако. Это облако знаменовало собой Бога. Иисус вернулся к своему отцу. Именно об этом он молился в Евангелии от Иоанна. «Ныне прославь меня, ты, отчим, у тебя самого славую, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Отец вновь принял у себя на небесах своего сына и не просто порадовался ему, но и даровал ему всю власть. Он посадил его одесную от себя. И теперь Иисус сидит одесную от своего отца. Как писал Петр, который, то есть Иисус, вошед на небеса пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. А это означает, что он правит и царит. Он хороший царь. И правит он не только народами и вселенной, он правит также и в жизни своих детей. А это означает, что в беде, в нужде или имея много вопросов, всегда под контролем. Именно таково послание Вознесения. Но у него есть еще одно послание и адресовано оно тем, кто еще не сделал Иисуса своим царем. Если он и вправду правит и сидит одесную от Бога, то мы должны знать, как важно кланяться ему. Ведь однажды он вернется к нам, поэтому сейчас, находясь там, где Иисус вознесся на небеса, я спрашиваю вас, а вы покорили свою жизнь Иисусу. Если нет, то обратитесь в веру в Него. Помоги нам Бог. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. «Музыка» «Музыка» Продолжение следует...